Ярким ледовым шоу с романтическим названием «До мечты на зубчиках» порадовали в эти выходные ухтинцев учащиеся отделение фигурного катания первой спортивной школы. В большом представлении приняли участие все воспитанники, от начинающих до кандидатов в мастера спорта. Звездой программы стал победитель юниорского финала гран-при, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Дмитрий Алиев. И если для зрителей это было веселое представление, то для четверых выпускников – прощание с родной школой. Евгения Оводова побывала на выпускном балу фигуристов. Веселая музыка, яркие костюмы, старательные малыши и кандидаты в мастера спорта подготовили зрелищный ледовый праздник. Танцы на льду, задорные и лирические сменяли друг друга без остановки. Неожиданной изюминкой шоу для зрителей стало выступление спортивных пар. Звездой программы стал мастер спорта России, победитель юниорского финала гран-при, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Дмитрий Алиев. Фигурист-одиночник в этом шоу выступил в непривычном для себя амплуа – спортивных танцах. Партнершей стала кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель республиканских соревнований Валерия Малоземова. Пара исполнила партию «Принца» и «Золушки» из ледового спектакля «Золушка». Для Дмитрия, Валерии и еще двоих фигуристок Екатерины Дуркина и Татьяны Збарской это представление стало выпускным балом. Валерия покидает стены родной школы с грустью и самыми теплыми чувствами, но расставаться насовсем не планирует. Собирается поступать в институт физкультуры и вернуться тренером в родную школу. Моему любимому тренеру Лидии Константиновне Родионову я хочу сказать огромное спасибо. Не только и всем хореографам, всем тренерам, всем из других городов хочу огромное спасибо сказать. Я обязательно буду приезжать, буду учиться на каникулы, приезжать сюда, помогать своим тренерам, родным, детям и всем-все-всем. С огромной грустью покидая стены ставшей родной школы Татьяна Збарская. Профессию выбрала далекую от спорта, но обязательно и с тренерами, и с девочками будет поддерживать связь. Мы всю жизнь прожили здесь, один коллектив, все сестры, братья, мамы, папы, поэтому очень тяжело уходить. Мы, конечно, никого не забудем, это семья, они дали нам очень многое, я думаю, мы всю жизнь будем теперь вместе общаться и видеться. Школа фигурного катания – это целая жизнь. 14 лет отдано спорту ярким, значимым событиям. Вообще запомнилось, конечно, это все выступления, которые мы ездили по разным городам. Также запомнилось, конечно, общение с ребятами, с Димой, с Лерой, с Таней, вообще со всеми. А у Димы впереди напряженное время. Ему предстоит досрочно сдать выпускные экзамены. Времени на подготовку совсем мало. Родители гордятся сыном и переживают. «Олимпийский год, он входит в состав сборной команды Российской Федерации. И все сборы начинаются с 1 мая, первые сборы уже в Америке. Целенаправленно наша страна готовится к этим соревнованиям. Нужно бороться за место в Олимпийской сборной и выступать на Олимпиаде». После выступления Дима Алиев на расхват. Автографы, фото на память, селфи. В Ухте Дмитрий бывает часто. И каждый раз, когда приезжает, обязательно приходит в школу фигурного катания к своим любимым тренерам и друзьям. Принимает участие в постановках. В родных стенах его всегда ждут. Ребята хорошо принимают, поддерживают. И это, говорит Дима, очень ценно. «Мастер-классы Дмитрий пока не дает. Говорит, что еще не готов к наставничеству. Но если нужно помочь кому-то из ребят, то сделает это с большим удовольствием». Выпускник двух школ, общеобразовательного и фигурного катания, Дмитрий решил связать свою жизнь со спортом. Решил поступать в Институт физкультуры имени Лесгофта. Параллельно с обучением будет тренироваться и выступать дальше. Евгения Оводова, Александр Миронов, Александр Табунков. День. Ухта. Вот таким увидели этот день наши журналисты. Если у вас есть интересные темы, звоните.